Как жить, если крыша над твоей головой штука номинальная? Мы на Заболотного 41, дому лет 40. Капиталку он не видел, отродясь. Три года назад кровля окончательно прохудилась и в квартиры одесситов хлынула вода. У нас сечет крыша с 2014 года. Мы уже куда не обращались, никто нам ничего не помогает. Один раз такой был сильный дождь, так залило нас сильно, что у нас счетчики залило. Все плавало. Свет пропал? Свет пропал, света не было. Куда мы не обращались, никто нам ничего не помогает. А куда вы обращались? В этом доме пока что коммунальная анархия. Часть жильцов за ОСМД, часть против. Пока высотку по умолчанию отписали на управляющую компанию Суворовская, правоприемницу ЖКС Северный. Вышло так, что кипа жалоб канула в лету. Тем не менее, СДПТ выросла в несколько раз. У нас еще никуда не перекинули. У вас все еще северно? Мы не подписаны еще нигде. Наш дом еще нигде не зафиксированный. Ага, я понял. То есть вы сейчас в подвешенном состоянии, получается? Да. А на сейчас кто с вас деньги собирает? Мы платим по Герксу. Последние дожди показали масштаб проблемы. Вода добралась аж до шестого этажа. Тогда соседи скинулись и позвали коммунального кровельщика. Результаты работы вы видите сами. Часть материала закупите, а часть мы вам доделаем. Я пошла, собрала деньги с парадной. И закупила этот руберой. Пришел укройщик, пошла туда, он мне дал укройщика. Пришел, вот это он сделал. Это еще в мае месяце. И даже на такой работе в ликвидирующемся ЖКСе Северном людей кинули на деньги. То есть здесь не предложила ваши деньги сейчас сделать? Да. А они вам хотя бы взаиморасчет потом ходят? Нет. Ничего такого? Нет. Я написала заявление. Пошла в тот 18-й ЖКС. Он согласен, тот председатель. Что мы это закупим. И часть вольная, часть мы. Мы закупила, вот это сделала. И нам пришел, покрыл. Неделя проходит, две недели никто не доделывает. Я опять иду. Пришла в понедельник, его нету. Пришла в четверг, есть. Я же вам обещал сделать, сделаю. И опять пошла. И так 10 раз подряд я ходила. И он все мне обещал. Уже на ходьбу, уже на уже всех. От потопа страдает едва ли не полдома. Люди негодуют. Последний раз только на материалы собрали около 15 тысяч гривен. Вот, смотрите, только купили. Это все за наш счет. Жек недавний копейки. Они дали кровельщика. Обещали вот это вот все сделать. Этот последний потоп, у меня упало зеркало в тамбуре. Я собрала 50 литров воды. У нас есть снимки, есть записи. Мы можем все это показать. От одной квартиры до другой. Вот так вот по щеколотку воды было. Грязная вода уничтожает и внутренний ремонт жильцов. Здесь у меня стояло зеркало. Слава богу, меня не убило. Вот этот вот дождь. Вот здесь было зеркало. Просто здесь вот видите, все потеки. И там внутри. Просто был хороший ремонт. И вот это вот зеркало, я 15 минут сюда отошла. Оно деревянное. Оно упало. Убило бы я вот так вот. Собирала здесь все. Там собирала все. Вот это досточки. То, что там. Потом в квартире. Вот оно просто здесь. Просто вскошное. Вот оно видите. Вот это вот. Сейчас мы вот этот шкаф просто оттуда отодвинули. Потому что вон видите. Вот там просто все гниет. А вот Татьяна с боем вернула себе вольтаж в розетки. Естественно за деньги. На ремонт собственной жилой площади средств уже не осталось. Припал свет. Там дырка. Вон в кальне посмотреть. Там стоит. Потом ушел. И говорит, я не буду делать, потому что это в квартире. Я не имею права в квартире. Подождите. А то по моей вине паркет поднялся. Вот линкрусть вот тоже весь отстал. Это все текло по стенам. Это все текло туда ниже, что я не успевала собирать. Пока я до начальника ЖЭКа не дошла, прислали туда опять электро. Конечно, бэшные деньги я заплатила. Это ничего даром не делается. Ну так как же можно человеку без света четыре дня быть? Ну как? Так он расковырял, а потом хоть сделал? Ну расковырял. На второй день не пришел. На третий день я пошла. Туда конец конца сделан. Едем в офис новой управляющей компании. Начальник на месте. Говорит, и с этим наследием ЖЭКСа знаком не понаслышке. Вы прислали построилищика, люди собирали деньги на материал. Мы только что посмотрели, но разно сделана работа. То есть неделю, как нет дождя, мы наступаем ногой на рубероиды, и из дыр начинает влаго сочетаться. Уже больше этот дом стоит уже несколько лет на капиталке. То есть никак капитальная работа выполниться в округе не могут. Почему? Не знаем. Жильцами мы договорились, говорили о том, что да, часть они закупают рубероиды, они согласились, переводим это счет до 105, часть закупаем мы и тоже покрываем эту крышу. У нас на сегодняшний день рубероид уже есть, особенно после последнего дождя, который где затопило чуть не до шестого этажа. То есть мы материал полностью закупили, там немного, порядка 14 рубок. То есть у нас есть, я думаю, что завтра остановятся крышечки, закрывают все остальные моменты, конечно. До осени будет это сделано? Да, оно будет на этой неделе сделано. Потому что, как ни ка, действительно, да, там затекло очень много и очень обильно. А по СДПТ там взаиморасчет получится сделать? Конечно, мы же поэтому так и договорились, да, что мы работаем после индустрии. Касательно долгов Северного новый управитель разводит руками. С кем договаривались, с того и надо требовать. Судя по всему, жизнь в подвешенном состоянии не идет старенькой высотке на пользу. Пока ее обитатели не договорятся между собой, как жить дальше, полноценных крайних им не найти. Этот вид ЖКС Северного? Ага. Мы что-то занесли. Они уже передали вам, да, этот дом, то есть вы теперь уже не управляете, получается? Мы его обслужим по договору с ЖКС Северного. Ага. Этот дом, он в стадии перехода по факту в СНД, да, люди создали, зарегистрировали в СНД, да, но пока они не начали работать, вот в этом моменте они были в подвешенном состоянии, по факту, на сегодняшний день, да, и их, как бы, они на балансе ЖКС Северного, но так он находится тут у нас на участке, мы его, как бы, продолжаем обслуживать. Этот дом попал в ту же западню, как и многие его коллеги на поселке Котовского, переходя из ЖКС Северного в управляющую компанию Суворовский, он оказался немного в подвешенном состоянии, тем не менее, пообещали, что в течение недели кровельщиков пришлют и эту проблему решат. Ну что ж, давайте подождем результата выполненных работ. В нашем доме поселился замечательный сосед, точнее соседи и не очень хорошие. На Коблевской 26 и так с коммуникациями все плохо. Дом из старого фонда. Но это не помешало одной из соседок надстроить третий этаж и превратить свою квартиру в подобие гостиницы. С тех пор диалог с Лидией Ивановной превратился в долгоиграющий скандал. Это мы тут поменялись, мы же не знали, мы поменялись, что мой муж был живой, что Дочкин был муж живой. Мы сюда поменялись, они нас выгоняют. Вы забиваете, вы эти женские крылышки, вы тендесанты, мы втроем. Посмотрите, мы же не какие-то, какие-то, мы же даже бумажки. А это они все почистят. Опять же, это же я, это вонь. Она вот, вот эта дочка, внучка на кровать, вот здесь она спит, это все, вот это вот. Это было 22 сентября, что-то был, это первый был звонок такой страшный. Подумаешь, туда вся вода шла. Первый звоночек прозвучал пару лет назад, во время бури. Большая вода не простила халатного отношения к канализации. После этого оголились и споры вокруг площади и ее планировки. В сентябре, в 15-м году, наверное, да? Ну и я начала эти похождения. Вся вода пошла, мы вызвали аварийку. Они говорят, что вы только у нас думаете? У нас много таких есть. Ждите. Ну и что? Слава Богу, оно вошло в этот самый. У нас видно катакомбы. Это все только вода. Грязь, она вся вошла. Но мы, конечно, все равно почистили это все. И эти соседи, они не хотят, чтобы мы. Мы по закону, по плану, мы там должны быть. Дальше начались регулярные хождения в ЖЭК. Но все попытки оживить канализацию не срабатывают. Старые коммуникации попросту не выдерживают новую нагрузку. И в ЖЭК я ходила. И к страшному я ходила. Он даст распорядок. Они не приходят. Эти на нас, в 37-й, все время, чтобы мы оттуда ушли. Куда мы уйдем? Ну куда? Если туда все время канализация была. Вы забиваете канализацию. Я говорю соседке, Наташа, у тебя много... Возьми или офис, или что, чтобы людей было меньше. Первое время были офисы, так они хоть немножко что-то. А эти ничего. Ну, если он в гостинице. Он пришел, переспал и ушел. Что ему? Недавно Лидия Ивановна заменила целый узел в подвале. Говорит, сантехнику перепал неплохой барыш. Но это не спасло. То ли место проклятое, то ли руки не из того места растут. Под пластиковой новинкой опять мокро. Этот подвал находится прямо под жилой квартирой. Его жильцы говорят, что совсем недавно эти трубы заменили. Тем не менее, материалы оказались бракованными, либо бракованными оказались руки тех работников, которые их применяли. И теперь это все снова течет. Едем в местный участок ЖЭКа. Начальница встречает нас еще с порога. Недовольную одесситку тут знают хорошо и не очень жалуют. Все проблемы отписывают на гостиницу. Присыпиться можно. То есть, я хотела сказать, что гостиница сама без вашего ведома подключилась туда в канализацию. Никто ничего не знал в ЖЭКе. Это все происходит. А кто знал, что будет гостиница? Она у меня в квартире числится. Она не гостиница. Одно сейчас же, это гостиница уже. Нет. Квартира номер 5. Квартира номер 5. А вы куда-то обращались к поводу того, что квартира номер 5 забивает вам канализацию, а страдают ваши другие абоненты? Мы обратились, чтобы им отрезали свет у них. Свет незаконно. А с канализацией, как вы докажете, что это они? Вы же не можете доказать. Канализацию поменяла соседка с ее участием. Давайте вы будете на улице. Давайте вы будете на улице. Хорошо, как-то громко разговариваете. Подождите, а во-первых, почему вы так разговариваете с человеком, у которого течет, а у вас здесь кабинет не течет? Нет, я просто говорю. Нет, давайте вы не будете говорить, как она будет разговаривать. Давайте я вам буду... Я имею в виду, что я не слышу ваших вопросов. Хорошо, вопросы. Договорились. Мне не тяжело, я повторю. Итак, вопрос номер раз. Почему текут новые трубы? Она продолжает течь канализацию? Когда забивается, да. Что делать с этим? Чистить. Чистить. А как часто чистить надо? По заявкам жителей, я же не могу жить у нее в подвале. Конечно. Ну вот сейчас там влага, и она, я не знаю, забилась. Нет, сейчас там влага. Давайте я запишу, завтра пойдем посмотрим. Устранить течь нам пообещали уже на этой неделе. С гостиницей все оказалось сложнее. По документам она до сих пор является обычной квартирой номер пять. Как можно доказать, что неправильно проводится канализация в этом случае? Возможно, мы попробуем помочь. Понимаете, как? Почистить и оставить вот то, что оттуда вытаскивают. Не хочется озвучивать, что оттуда вытаскивают. Вы видите, что оттуда вытаскивают. И как доказать, что это они? Но, в принципе, они не могут такое количество бросать. Там просто поток идет. Понимаете? Вот в налоговую написали письмо о том, чтобы проверили ее такой рычаг. То есть у нас она чистится квартира. За то, что за должность мы подавали документы, чтобы через Малиновскую администрацию как-то ее привлечь. Потому что она у нас без регистрации, через Приморскую нельзя это сделать. Что скажет налоговая, покажет время. Ситуация не из простых. Тем не менее, проблема с гостиницей должна быть проблемой ЖЭКа, а не его абонентов. Но об этом мы поговорим чуть позже. Проблемы с канализацией начались после того, как частная гостиница, которую выгнали из одного двора, подключилась к этому двору. Но теперь эти проблемы являются проблемами жильцов. Хотя они должны быть проблемами местного участка ЖЭКСа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова